Good morning, pupils! Доброе утро, ребята! Let's start our lesson. Начинаем урок. Today at the lesson we will read the text about favorite singer of Naolan. Сегодня мы с вами прочитаем текст о любимом пицце мальчика по имени Naolan. A blog entry about your favorite singer. Запись в блоге о любимом пицце. Now let's look at the new vocabulary, listen, repeat and write down in the dictionary. Посмотри новые слова, послушай, запомни и запиши слова. Различный или разный? Film Language Язык Music Музыка Voice Голос Look at the picture. Do you know this singer? Посмотри на картинку. Знаешь ли ты этого пицца? Yes He is Aikyn Talyepergen Это казахстанский певец Aikyn Talyepergen Прочитав текст, мы узнаем о нем информацию и сможем ответить на вопросы. Where is Aikyn Talyepergen from? Откуда он родом? What does he see? Что он поет? Who does he live with? С кем он живет? Has he got any brothers or sisters? Есть ли у него братья и сестры? Whose music does he like? И какую музыку он любит? Let's watch a video. Посмотрим видео. Субтитры создавал DimaTorzok His name is Only You. Айкен can sing in different languages. Most of his songs are in Kazakh but he can sing very well in English too. Айкен plays a lot of live concerts in Astana, Kazakhstan's capital. Do you know Aikin? Do you like his music? What else do you know about him? Here are a few more facts. Aikin has got a brother and a sister. Their names are Aydin and Gokar. Aikin likes Jennifer Lopez's music. She is a famous American pop star. She is also a famous actress. Aikin loves her films too. Which other pop stars do you like? What is your favorite song? Now let's answer the questions according to the text. A теперь ответим на вопросы по тексту. Where is Aikin's Albergian from? He is from Kazakhstan. He is Kazakhstani. Он с Казахстаном. Он по национальности в Казахстане. What does he sing? Что он поет? He sings pop music. Он поет поп-музыку. Who does he live with? С кем он живет? He lives with his parents. Он живет со своими родителями. Has he got any brothers or sisters? Есть ли у него братья и сестры? He has a brother and a sister. У него есть брат и есть сестра. Their names are Aydin and Gokar. Брата зовут Aydin, а сестру – Gokar. Whose music does he like? Музыку какого певца любит Aydin? Aydin likes Jennifer Lopez's music. Он любит музыку Jennifer Lopez. He also likes her films. Также он любит и фильмы с ее участием. Now look at the exercise 3 at page 55. А теперь внимательно посмотри на упражнение номер 3 на странице 55. Нам необходимо вспомнить порядок слов – предложений. В английском предложении есть определенный порядок слов, которого нужно придерживаться, и слова менять местами нельзя. Утвердительные, вопросительные, отрицательные предложения немного по структуре отличаются, поэтому нужно все эти правила помнить. Это правило пригодится тебе, когда ты будешь выполнять задания на самостоятельное выполнение. Поэтому послушай внимательно правило. We always put the subject before the word in informative and negative sentences. На первом месте перед глаголом всегда ставятся подлежащие в утвердительных и отрицательных предложениях. But after the of the word in questions, если у нас вопросительное слово, то на первое место ставится всегда вспомогательный глагол или вопросительное слово, а затем подлежащее. Рассмотрим примеры. Порядок слов как в утвердительном, так и в отрицательном. Отрицательном всегда начинается с подлежащего, затем идет сказуемое. В данном случае у нас есть отрицание, поэтому doesn't like. А теперь рассмотрим вопрос. На первое место ставим вспомогательный глагол do. На второе место у нас пойдет подлежащее they, затем глагол основной play и дополнение the guitar. Они играют на гитаре. Он, снова подлежащий, не умеет играть на пианино. Следующее предложение у нас вопросительное. Нам нужно либо вопросительное слово, либо вспомогательный глагол. В данном случае мы используем глагол has got, который не требует вспомогательного. Поэтому на первое место ставится форма has, затем подлежащий he, got, a pet. Есть ли у него домашний питомец? Следующее предложение, снова вопросительное. На первое место мы должны поставить вспомогательный глагол. В данном случае у нас глагол are. Are they Chinese? Они китайцы? Следующее предложение отрицательное. Поэтому на первое место у нас пойдет подлежащее he. Дальше у нас отрицание doesn't, затем сам глагол like и дополнение в logical. Он не любит овощи. И последнее предложение, утвердительное. На первое место мы поставим подлежащее. Her mom – ее мама. Is a teacher. Ее мама – учитель. В данном случае мама подлежащая, а в местоимении her – притяжательное. Описывают это подлежащее, поэтому ставятся перед ним. Let's check. Проверяем наши ответы. Все наши предложения вернут. Запиши примеры утвердительных, отрицательных, вопросительных предложений. Считай и запомни порядок слов. Выполни задание на формативное оценивание, используя все материалы данного урока. The lesson is over. Урок окончен. Goodbye. До свидания.